Шатер на сотню зрителей. Температура за бортом порядка 30 градусов выше нуля. Внутри все 40. Кондиционеры не справляются. И понятно, на спортивной арене Иволги звезда баскетбола Андрей Кириленко. Еще недавно он играл за столичной ЦСКА в чемпионате страны Юта Джаз в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр. И вот уже год возглавляет Российскую Федерацию баскетбола. Помогают ему в работе и самарские экс-баскетболистки, экс-клуба ВБМ «СГАУ». Причина такого успеха в жизни проста, считает заслуженный мастер спорта. Это трудолюбие и немного удачи. Сейчас поколение, которое закончило свою карьеру, оно очень сильное и толковое, талантливое. Та же Илона Корстен, которая у нас сейчас находится в директорате единой лиги. Светлана Амбросимова, Маша Степанова. Короче, есть девушки, которые прекрасно, я думаю, себя проявят в дальнейшем. Подхватила спортивную эстафету на Мостряковских озерах Светлана Хоркина. Подполковник российской армии, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. На ее счету 33 медали с чемпионатов Европы, мира и Олимпиады. Из них половина золотые. Ее именем названы семь элементов в опорном прыжке на брусьях и бревне. Сегодня Хоркина входит в руководство ЦСКА и Федерации спортивной гимнастики России. По мнению королевы Брусьев, чтобы постоянно побеждать, нужно отказывать себе в удовольствиях жизни и идти к поставленной цели. Надо прилагать максимум усилий где-то. Иногда и жертвовать чем-то, конечно. Это, ну, возьмем на вскидку. Все идут в кино, а ты не идешь. У меня так было. Я хотела выиграть соревнования по УФП в спортивном лагере. Все шли Бэмби смотреть, а я не смотрела. Я упорно тренировалась, и я выиграла это УФП, будучи очень слабой физически. Участники Иволги приехали на форум защитить свои проекты и получить на их реализацию гранты. Светлана Хоркина свои главные проекты в жизни уже реализовала. Родила сына Ярослава и стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Спасибо. Спасибо.